Продолжение следует... 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 или ожирением первой смерти. На данном слайде представлены диаграммы, которая характеризует распределение экзогенных факторов риска в виде характера трудовой деятельности и физической активности пациентов в течение жизни. И dann видите, что пациенты преобладали со средней и высокой, а то есть характером трудовой деятельности и физической активности также преобладалась средняя или высокая. Это распределение пациентов под виду остеоартроза, то есть в исследуемом Выборге преобладали пациенты флона-атроза, что согласуется с литературными данными, то есть у нас было больше женщин, а вот известно, что женщины страдают остеоартрозом чаще. А вот теперь несколько слов о том, что мы исследовали. То есть общеизвестно, и они известны, гены-предикторы у стеоартроза, то есть это гены, которые кодируют коллагены второго типа. Это, так скажем, молекулярная генетика. Мы же занимались цитрогенетикой, то есть мы исследовали рибосомальные гены. Рибосомальные гены — это определенные повторяющиеся участки ДНК, которые находятся в пятиакроцентричных хромосомах группы D и G. И вот эти гены, они кодируют развитие субъедницы рибосомы. А рибосомы, как Вы знаете, в клетке отвечают за белокосинтезирующую функцию. То есть любая клетка, ее, скажем так, продуктами жизнедеятельности являются белки. То же самое относится к хондроцитам гиалинового хряща. То есть, соответственно, если активность генов в клетке снижена, соответственно, белокосинтезирующая функция того же гиалинового хряща будет снижена, чем меньше хондроцит вырабатывает ДНК, тем меньше объем межклеточного матрикса, и тем, соответственно, хуже цифра архитектоника хряща и его способность сопротивляться механическим направлением. Вот эта схема, где работают эти гены. То есть этот ген кодирует последовательность маточной РНК, с которой впоследствии считывается любой белок. Так мы определяли активность этих генов. То есть эти гены, они генетически детерминированы в любой ткани, в любой клетке. Поэтому, соответственно, брать хондроциты и культивировать их в лабораторию, что это довольно тяжело. Поэтому мы производили забор 5 мл генозной крови у каждого пациента и отправляли в лабораторию для цитогенетических исследований. Там мы культивировали лимфоциты в течение 72 часов, фиксировали, то есть стандартный метод цитогенетического анализа. А впоследствии получались вот такие метафазные пластины. Это хромосомы. Хромосомы, окрашенные обыкновенным красителем гинза. После этого препараты подсушивались и производилась окраска их азотно-кистовым серебром. По интенсивности окраски этих участков, где содержатся эти гены, мы, соответственно, и судили о активности данных при пасомальных генах. И вот наши результаты, что получилось. Данные гены содержатся в двух хромосомах. По хромосомам группы Д, как вы видите, особой статистической разницы мы не получили. А вот по хромосомам группы ДЖИ разница была. Вы скажете, что цифра различается всего лишь на 0,4 десятых единиц. Но эти характеристики характеризуют для миостаз организма общей системы. И поэтому даже вот эти 0,4 единицы, условных единиц, которые различаются, могут приватить к снижению до обстотилизующих пунктов. Вот здесь представлена разница по хромосомам группы ДЖИ, которые исследованы. А это диаграмма, которая характеризует функциональную активность у людей больных после области. И средние данные по популяции в курсной области. Здесь почему? Исследование функциональной активности соматогена проводится давно. И в принципе, усилиями кафедры произведено исследование образцов крови фактически 10 тысяч пациентов. Из них мы выбрали пациентов, которые не страдали заболеваниями оборудовательной системы. И эти данные привели в таблицу. Это, на данном слайде представлены результаты наследственной перспособности. То есть среди всех, среди всей выборки, исследуемой нашей 98 человек, у женщин число больных родственников было выше. На основании полученных данных нами была построена модель регрессии. То есть регрессия – это статистический метод анализа, который позволяет с какой-то определенной долей вероятности спрогнозировать наступление событий. Среди всех, скажем так, характеристик, которые мы исследовали у пациентов, у нас появилось, что статистически достоверными у нас является пол, индекс массы тела, функциональная активность и басональный генов условных единиц. Если все эти данные мы поставим в уравнение сложное, согласен, оно рассчитывалось на машине. Это считали мы неврушимой в программе статистика. И данное уравнение позволяет нас прогнозировать в процентном выражении отсутствие события. То есть если мы приводим пример, вот женщина, пол, пол – это у нас двух баллов выражается, индекс массы тела 18,5, возраст, и мы их подставляем в уравнение регрессии, мы получаем то, что у нее вероятность отсутствия события 68%, то есть у нее всего лишь треть возможности купить тренеру стеоргоза. У мужчины с определенными его данными вероятность отсутствия, вот всего вопроса, 30, соответственно, в 70% случаев вопроса не может быть. Затем мы пошли дальше. Мы этих пациентов вызывали через от полугода до года, вызывали для повторного осмор. То есть производилось первичное ангетирование и повторное ангетирование. Нам было интересно, влияют ли гены на эффективность консервативной терапии. Консервативная терапия была, в принципе, стандартизованная в любом ЛКО, она производится на таком же уровне. И мы их сравнивали по нашим анкетам в начале и в конце. На основании этого мы построили такое же уравнение регрессии, но здесь мы еще включили суммарный уровень факторов риска, которые входят в вес, рост, индекс массы тела, занятие спортом, характер дуговой деятельности, все остальные аспекты. Это же уравнение позволяет нам спрогнозировать, будет ли у данного пациента эффективно консервативная терапия. Или уже будет нужно переходить к более агрессивной тактике лечения, к различным либо палеотивным, либо тотальным оперативным вмешательствам. На данном слайде представлен также пример расчета эффективности консервативной терапии. Мы говорим, если у пациентов по всем нашим показателям, мы говорим то, что консервативная терапия не будет эффективна, не стоит даже тратить деньги, силы и средства на то, чтобы попытаться консервативно группировать хотя бы болевой синдром, не говоря уже о восстановлении функций конечных. Разрешите подвести резюме итоги? Итоги не говорю почему, потому что исследование еще продолжается. Этапное резюме. Функциональная активность революционных генов можно рассматривать как своеобразный маркер развития и течения первичного стеотрода. Построенное нами уравнение модели регрессии позволяет прогнозировать риск развития первичного стеотрода и возможность прогнозирования возойти еще на доклинических или на доле генологических стадий. Рассчитанный риск заболевания позволяет применять программу профилактики. И прогноз эффективности терапии позволяет нам обосновать более ранние показания либо к палеотинам операций, либо к радикальным оперативным решениям. Спасибо за внимание. Продолжение следует...